Мэри маленький, но очень отважный Йорк. Совсем скоро она и еще 51 пассажир вылетят из аэропорта Иваново в Симферополь. Это самый первый рейс в Крым. Летать самолеты будут по сентябрь включительно, один раз в неделю. Татьяна летит в Симферополь одна, в командировку. Это очень удобно, когда дорога до аэропорта не занимает много времени. Выбрала этот рейс только потому, что, конечно, это гораздо удобней на сегодняшний момент и актуальный. Потому что другой рейс, это только через Москву, через Домодедово, гораздо занимает больше времени, где-то на 4 часа. А время, как мы знаем, сейчас оно просто дорого для нас, для всех. И вообще он просто удобен этот рейс. И в плане регистрации гораздо все быстрее проходит, чем в Домодедово. Ольга Тимофеева планирует в Симферополе и отдохнуть, и поработать. Приехала пассажирка из Ярославля. На дорогу ее потребовалось времени больше, чем ивановцам. Но экономия часов все равно налицо. Единственная сложность – нехватка указателей в городе. Аэропорт приезжим найти оказалось сложно. Из Ярославля, когда мы едем, такси заказывают раньше. И приходится в аэропорту очень много времени находиться. Это еще для пожилого человека. Это вообще погибель прямо. А здесь как-то так случайно мы вышли на Ивановский аэропорт. И очень нам понравилось. Вот я сейчас уже на пути к самолету. И это прекрасно. Здесь спокойно, тихо. Рейс Иванапу и Симферополь осуществляет компания «Былина». Это единственный перевозчик, с которым региону удалось договориться. Другие отказались, посчитав данное направление нерентабельным. Однако уже первый борт Ту-134 заполнен более чем на 50%. И это только начало. Билет до Симферополя стоит от 7,5 тысяч рублей. Региональный бюджет дружные направления не финансирует. Несмотря на все сложности с привлечением перевозчика, сейчас аэропорт работает над открытием воздушной границы. И если вопрос будет решен в нашу пользу, к 2015 году появится еще и международное направление. Открыть рейсы в такие страны, как Армения, Белоруссия, Турция, Египет. Вот сегодня как раз руководство аэропорта находится в Москве, в Росгранице, где проговариваются вопросы по открытию пункта воздушной границы. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос по открытию нового авиарейса в Казань. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.